Причастую два метода трансбранхиальной биопсии периферических образований. Это трансбранхиальная биопсия легочной ткани под рентген-телевизионным изображением и трансбранхиальная биопсия легочной ткани с использованием и трансбранхиальная биопсия легочной ткани под рентген-контролем. Показаниями к трансбранхиальной биопсии легочных является под рентген-контролем, являются инферитивные изменения в легочке, округлые периферические образования легочки, диссиминированные процессы в парикфиме легочки и дефузное поражение легочки. С противопоказаниями, но это общие противопоказания, такие как острое нарушение коронарного кровообращения, острое нарушение мозгового кровообращения, острое нарушение сердечного ритма, нарушение сверстывомости крови, имеется в виду простобидный индекс менее 80%. Техника выполнения трансбранхиальной биопсии под рентген-контролем. Исследования выполняют под местной анестезией на 1-10% раствором литокерина или под внутривентной седацией на процентном раствором пропоказания. До проведения исследований изучается компьютерная томография или мультискановая томография органов грудной полости пациента с определением локализации предполагаемого места биопсии. Пациент лежит на спине, устанавливается рентген-келескопия и на экран выводится зона, подлежащая биопсии. После обзорной фибробрунтископии в рабочий канал фиброскопа вводятся щипцы и под рентген-контролем проводятся к образованию. Щипцы заводятся в соответствующие пробки и выполняются биопсии. Обязательны поддроги и массаж. Полученный материал направляется на социологические и гипотологические исследования. Количество биопсий до пяти. Оборудование, используемое в нашем отделении. Это рентген-телевизионная установка. Она на этом слайде. И видеофибробрунтископ или стойка. Непосредственно через бронтископ производства биопсии. На этом слайде вы видите, что пациент лежит на операционном столе. Подводится подводится рентген-келескопия. И на экране, вот здесь вы видите, выбирается место для биопсии. Это этапы, ну, непосредственно выполнения бронтископии. Обзор-келескопа. На экране вы видите это рентген-изображение и параллельно это изображение видеобронтископа. На этом слайде вы видите открытые щипцы легких под педролем рентген-келескопии. Преимуществами трансферонхиальной биопсии легочной ткани с приведением рентген-телевизионного изображения по сравнению с трансферонхиальной только эгольной биопсией легких и открытой биопсией, то есть более таких инвазивных методов исследования, является ее малотравматичность и высокая информативность. Информативность составляет до 87%, а при пробе экологической до 100%. Недостатки. Недостатками этого метода являются рентген-магрузки для персонала и процента при выполнении исследования и неполная визуализация процессов и правила в одной проекте, что не дает полной информации о локализации процесса. Транспаратхиальная биопсия легочной ткани с применением эндобаратхиального визуализованного отвода и боскобидора. К показаниям относятся инфекративные изменения в легких, округлое образование в легких и литерические образования в легких. Противопоказаниям, в принципе, это те же противопоказания, что и для ТББО под рентген-контроль. Это острое нарушение коронавирусного кровообращения, острое нарушение мозгового кровообращения, нарушение сердечного ритма и нарушение сверхого инфектора. Этапы проведения и боскобидора. Предварительное изучение МСКТ органов грудной полости пациента с определением места проведения биопсии. Выбор места биопсии под рентген-контролем, проведение ультразвукового зонтра в центре образования с подтвердением по ультразвуковой картине и проведение непосредственно биопсии. Большой роль в выборе бронхо-дренирующего образования имеет предварительное выполнение мультискановой фотографии органов грудной клетки с последующей мультипланарной реконструкцией. Это исследование возможно выполнить на суперскановых компьютерах. Они есть не везде, к сожалению. мы сотрудничаем активно с клиникой Аберит властника Александра Григорьев, который предоставил реконструкцию на этих сканах мы видим постепенно вот главный сбронков с территориального образования. Это вот территориальное образование здесь, если включили. И, начиная с главных сбронков, мы можем проследить бронх, который непосредственно прегнирует данное образование. Вот это все виталии. Вот вы можете проследить. Здесь более четкое место. Бронк непосредственно попадает в образование. Такие установки, к сожалению, есть не везде и у нас. Не всегда есть возможность выполнить такие исследования. Но хочу обратить внимание, что какое исследование позволяет до начала исследования понять, какой бронх заходить в проведение действия. Оборудование для проведения либо в педуле. В нашей клинике для получения УЗИ-изображений используется установка O-Input IUS X- Terra IUS-60 и, которая снабжена видеобронкоскопом, анализатором для непосредственно присоединения зона установки, анализатором Char requesting который преобразует везде изображения в педолизирование изображений. Вот так вот выглядит устройство для присоединения ультразвукового зона, вот и ультразвуковой зон подключён к этой устройству. Резингент телевизионной установки является обязательным компонентом при выполнении данного исследования, потому что контроль положения как две сильных щипцов, так и ультразвукового зонда нужно осуществлять как при помощи вузе изображения, так и при помощи вузе. На этом слайде зонды для проведения игру в ТВБЛ. Они есть различные модификации. Зонды для получения объёмного изображения и зонды различной частоты для получения изображения изображений. Техника проведения транспортиальных версий. После взорной фиброблокоскопии через рабочий канал фиброскопа вводится ультразвуковой зон, дренирующий образование зон. Зон необходимо разместить в центре образования, чтобы подтверждаться соответствующая их услуговая картина. После этого на ультразвуковой зоне ультразвуковый маркер, который отмечает расстояние от входа зонда в рабочий канал до центра образования. Зон извлекается из рабочего канала фиброскопа, сопоставляется с биосейными щипцами. Маркером на биосейных щипцах отключается длина соответствующая маркера на зоне. На щипцы вводятся в соответствующие бронзы метки и выполняются биосеи. Расположение щипцов контролируется с помощью рентгенции мископии. Обязательно это другие массажи. Полученный материал направляется на эндокологическое и гистологическое усмирование. Красность повторения супик биосей. На этом слайде выполнение обзорной фиброзонкоскопии. Мы получаем изображение на экране из бронзов. И на рентгене мы можем, в принципе, проконтролировать положение бронзоскопа на рентгенологическое. Проведение зонда до центра образования через рабочий канала. Вот это зон. Сестра помогает проводить. На этом слайде мы видим нахождение зонда ультразвукового в бронзе, которая дренирует образование. На картинке, вот здесь вы видите, зон в центре образования, что подтверждается от ультразвуковой картинкой. И контроль положения зонда на рентгене. После извлечения зонда из набочего канала бронзоскопа, зон сопоставляется с биопсийными щипцами. Устанавливается метка, соответствующая метке на зондином биопсийных щипцах, что будет соответствовать длине или расстоянию до центра образования и местной биопсии. Проведение биопсийных щипцов, претерывающих образование бронзов. И проведение биопсии. Здесь мы видим щипцы в закрытом состоянии. Это в открытом состоянии, в непосредственном номере биопсии. Преимущество трансбрухиальной биопсии легочкой ткани с применением зон допринхиального бронзвукового зонда, это, ну так как и ТББЛ по сравнению с открытой биопсией легкой, это малотребутичность метода. Снижение рентген нагрузки на персонал и пациента при исследовании в сравнении с ТББЛ, в связи с тем, что основной контроль в сомнике осуществляется за счет людей. Возможность точного попадания в центр образования благодаря наличию ультразвуковых зонда и увеличение информативности метода по сравнению с ТББЛ на 6%. Спасибо. Просток трансбрухиальной биопсии легких при сниженных показателях свертывания. В принципе, можно делать все что угодно, но это должен знать каждый врач, что возможно реальное осложнение, такие как развитие кровотечения, и контролировать три фибра, как говорил Александр Иванов, это достаточно сложно. То есть нужно переходить при остановке кровотечений на инкубацию с жестким бронхоскопом, а это время и здоровье. Я имею в виду, если предварительно введем, к примеру, разборы канцела, то есть пациент подготовлен, но он имеет низкий ПТИ. В нашей клинике пациент подготавливается, обычно это не экстренная ситуация с забором биопсии, то есть есть время до проведения исследования, чтобы провести предварительно какую-то коррекцию. Коррекция проводится, ну, различными методами. Возможно, это, там, прием пациентам каких-то препаратов, там, кардиального ряда, которые уменьшают слезы в моем крови, при каких-то временах. Их отменяют на время, там, на подготовительный период, а потом по восстановлению показателей крови проводится. Мы не делаем реакцию при показателях ниже 80 метров. Еще такой короткий вопросик. Вы говорили о том, что это делается только под УЗИ-контролем. Ну, допустим, в моей практике небольшое количество случаев, два случая всего лишь, но это за два месяца. Выполнение такой манипуляции без УЗИ-контроля с положительным результатом. Но я взялся только лишь потому, что я видел, что процесс затрагивает полностью сегмент. И, по сути, промахнуться там не получится. Но эндоскопически, вот так, вот патологии никакой органической не видно. Я, грубо говоря, производил вот эту манипуляцию. Вообще запустимо ли постпакт? Я думаю, любой положительный результат. Да. Вопрос назначал. Можно ли проводить транспартиарную биопсию без выполнения УЗИ или, я так понимаю, даже без рентгенов? Без вообще контроля? Вообще без контроля. При явном поражении в пределах, к примеру, сегмента. Я думал, что можно проводить, но это бесконтрольная, как бы, манипуляция. Информативность рентгенового использования такого метода будет, наверное, низкой. Но, во всяком случае, ниже, чем... Как это получается? То есть, результатично? Да. У нас есть возможность, к счастью, проводить и рентген-контроль, и УЗИ-контроль. Что даёт такую достаточно высокую информацию. Спасибо. Пару слову ещё в отношении свёртывающей системы крови, в отношении подготовки. Вы знаете, что при проведении бронхоскопии существует несколько паз ответственности. Значит, это ответственность врача перед больным во время проведения процедуры. Это ответственность врача перед самим собой, перед проведением процедуры. Вот. И это, в общем-то, у нас пока отсутствует страховая медицина. И ответственность перед органами надзора, которые следят за работой врачей. Значит, в тех странах, в которых есть страховая медицина, значит, всё абсолютно документально должно быть зафиксировано. Если у вас, то есть не у вас, а у больного в истории болезни, есть анализ крови, макогулограмма, в которой протромбиновый индекс меньше 80-ти. И во время исследования возникло осложнение в виде кровотечения, которое привело к каким-то последствиям. Вы будете отвечать перед прокурором. Обязательно. Значит, поэтому об этом всегда думайте. Я сказала вот о трёх степенях ответственности, о трёх фазах ответственности. Значит, перед самим собой, перед пациентом и перед прокурором. Должны это помнить. Значит, везде, во всех странах до начала исследования за 10 дней отменяется приём аспирина, если больной принимает аспирин. Обязательно. Значит, при наличии, вы можете делать, конечно, перед этим какие-то препараты, вводить больному. Но если у вас нет бумажки о том, что прокурориновый индекс соответствует 85 тонн, ну хоть 79, вы не имеете права делать это исследование. Вот просто это нужно запомнить. И всё. Можно делать всё, что угодно, в аргентном порядке, если это нужно, если это нужно срочно. Но тут аргенции никакой нет. У нас больные готовятся всегда к этим исследованиям. За этим нужно следить. Обязательно. Вот. И второй вопрос какой был у вас? Второй вопрос был относительно отсутствия контроля УЗИ и рентгенов во время проведения. Да. Вы понимаете? Да. Дело в том, что если вы будете делать без УЗИ, без рентген-контроля, никто вам не запретит. Вы можете это делать. Потому что вы сопоставите рентгенологическую картину. определите тренирующий плод приблизительно. Если это большое образование, то вы обязательно в него попадёте. То ли это будет у вас щиптовая биопсия, то ли это будет катетер биопсия, то ли это будет щёточная биопсия. Вы имеете право это делать. Всё равно будет транспартиальная биопсия этого образования. Другое дело, что все эти методы, о которых мы говорили, рентген-метод, следующий вот первый этап был. Все врачи делали без контроля, только ориентировались на состояние снимка и всё. Больше ничего. Делали эти биопсии. Потом возник рентген-контроль. Значит, рентген-контроль тоже позволяет уточнить локализацию процесса. Уточнить место, из которого мы берём биопсию. Но, тем не менее, это, как правило, одна проекция, которую мы часто не получаем от тела и не понимаем почему. Когда мы начинаем применять уже ультразвуковые зонды, мы понимаем, что мы не попадаем, вот мы как будто бы по рентгену, мы сопоставляли рентген-картинку и ультразвуковую картинку. Значит, мы по рентгену точно попадаем в центр образования. А по ультразвуку мы проходим мимо. Значит, потому что это только одна проекция. Ультразвук помогает нам определиться, где мы находимся в отношении к этому образованию. Попадаем ли мы вообще в тренирующий фонд. Попадаем или нет, значит, нам позволяет уточнить компьютерную томографию муки скановой. Мы вам постарались просто сегодня показать те мельчайшие подробности, те возможности, которые есть у врача в настоящее время, для того, чтобы провести биопсию именно в центре этого образования и получить материал. Мы понимаем, что не все обладают такими возможностями технически. Понимаем, что есть вот такие варианты, когда делается вообще без УЗИ-контроля, понятно, и без рентген-контроля. Нет в отделениях такой возможности. Значит, вы ориентируетесь на снимок, приблизительно определяетесь, и если получается, это очень хорошо, если получается биопсия. Просто в таких случаях берется несколько сегментарных фронтов тренирующих, и вы делаете биопсию из нескольких мест. Не из одного фронта, а из нескольких. Для того, чтобы увеличить возможность попадания в это образование. Спасибо.